Военная обстановка в Сирии 2 мая 2017 года Согласно появившимся в сети фото и видео, в район возле кантона Африн, занятого бойцами курдских отрядов народной самообороны YPG, вошли российские войска и техника. Курдские медиа-активисты распространяют слухи о том, что российские военные собираются создать военную или даже совместную военную базу в подконтрольном YPG районе возле границы с Турцией. По данным более нейтральных источников, российские военнослужащие создают два поста возле границы, чтобы отслеживать возможные столкновения между курдскими ополченцами и турецкими военными. Это происходит на фоне нарастающей военной активности американцев вдоль сирийско-турецкой границы. По данным курдских источников, северо-восточной Сирии, американские войска патрулируют граничащие с Турцией подконтрольные курдам территории. Таким образом, американские войска являются некой буферной зоной, которая должна не дать Анкаре вступить в столкновение с курдскими формированиями в Сирии. YPG, являющийся крылом РПК и основой сирийских демократических сил СДС, считается в Турции террористической группировкой. В провинции Рака СДС очень близки к тому, чтобы отбить у ИГИЛ всю территорию города Тапка. Когда Тапка будет занята, СДС при поддержке авиации, артиллерии и военных советников коалиции во главе с США сосредоточится на захвате плотины Тапка и продолжит попытки по дальнейшему окружению города Ракки. Ранее на этой неделе поддерживаемые западом группировки боевиков заняли населенный пункт Аль-Хумайма к юго-западу Ад-Дей-Резор. Операция является частью более масштабной операции по расширению контроля вдоль сирийской иракской границы. С учетом развала обороны ИГИЛ в центральной Сирии в районе иракского города Масул, различные группировки, участвующие в сирийском конфликте, нарастили свои усилия по установлению контроля над как можно большим числом значимых территорий. И хотя почти нет сомнений в том, что СДС с учетом значительной военной поддержки США смогут рано или поздно взять Ракку, контроль за пригородом Дей-Резор и территориями вдоль сирийской иракской границы будет оспариваться между поддерживаемыми США силами и сирийским правительством. Продолжились бои между правительственными войсками и террористами ИГИЛ возле перекрестка Талила к востоку от Пальмиры. ИГИЛ совершает беспокоящие вылазки против сирийско-арабской армии в данном районе, чтобы не допустить возможное наступление правительственных сил вдоль дороги Пальмиры-Дей-Резор. Правительственные силы во главе с Республиканской гвардии продолжили проведение операции против Хаят-Тахри-Рашам и их союзников в районе Кабун в Восточном Дамаске. Правительственные силы в данном районе пытаются разделить котел на две автономных части. Данное действие в случае его осуществления послужит важным шагом на пути полного освобождения данного района от боевиков. Редактор субтитров А.Семкин